Привет! С вами снова Алена Бордовская. Сегодня в этом ролике хотела бы разобрать с вами стоимость земли в Крыму. Разобьем Крым по районам, посмотрим стоимость в каком где районе, от скольки до скольки. Также, наверное, скажу пару страшных моментов, то есть риски, связанные с приобретениями земли в Крыму, стоит не стоит брать. То есть где, какие районы, какие-то нюансы есть с землей, потому что здесь было великое переоформление, так скажем. Ну давайте посмотрим на карту и попробуем разобраться по регионам. Здесь я разбила Крым на части, на регионы и пометила цветом от самого красного, то есть от самого дорогого участка земли до более-менее доступного. Почему на карте все указано в долларах, я уже объясняла в предыдущем видео про недвижимость. Самые дорогие участки находятся на ЮБК, расшифровывается это южный берег Крыма, то есть приморские участки. Там местность горная, поэтому земли там мало и участки там действительно очень дорогие. Поэтому хотите жить на Черноморском побережье, как говорится, в Крыму, дышать свежим воздухом, будьте готовы заплатить за это приличную сумму денег. Ну лично я не стала бы покупать дорогую землю в городах-курортах, если бы я там не хотела открыть там свой какой-нибудь мини-отель. Почему? На это две причины, лично по моему мнению. Это зимой здесь тишь да глушь в курортных городах, я имею ввиду, а летом туристов тьма. То есть из крайности в крайность получается. Ну землю лучше брать в крупных городах, это Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия. Также предлагаю рассмотреть и Керчь, несмотря на то, что говорят о городе Сьерра или еще что-то. Я думаю, после того, как откроют мост в 2018 году, этот город будет третьим по значимости в республике Крым после Симферополя и Севастополя. Ну, по поводу рисков. Покупка в Крыму, по моему мнению, я считаю, лучше делать через риэлтор. Объясню почему. Во-первых, он может проверить все документы, если вы в этом не разбираетесь. Если вы разбираетесь, какие должны быть документы, в любом случае нужна проверка. Нужно, чтобы на землю был государственный акт Российской Федерации. Это я советую, вот прям желательно. Сейчас есть такие объявления в Крыму, вот продам землю срочно, очень надо срочно, правда, украинский госакт. Звоните, вам говорят, вы потом все переоформите, это не проблема. Могут отказать. То есть, если у человека на землю уже российский госакт, то это уже все земля, как говорится, зарегистрирована на территории Российской Федерации и вряд ли с ней что-то сделают. Если госакт украинский, то могут дать отказ в регистрации на территории Российской Федерации. Поэтому с этим лучше не шутить. Скупой, как говорится, платит дважды. Лучше здесь не экономить. Далее. Если при покупке в кадастровом плане отсутствует межевание земли, пугаться здесь не стоит. Но слушать местных о том, что зачем вам это межевание нужно, вот же забор, по нему устройтесь. Я не советую. Я советую сделать межевание земли, чтобы у вас потом не было проблем с соседом. Когда окажется, что ваш дом стоит на его участке, уже построенный. Чтобы такого не было, приводите все документы, если они не доведены, что скорее всего здесь практикуются. Приводите все в порядок по законам Российской Федерации. Если вы решили купить не землю и не построить дом своей мечты, так скажем, с нуля, а берете дом готовый, то здесь тоже есть некоторые риски. Во-первых, нужно учитывать назначение земли. То есть желательно брать ИЖС или ЛПХ. То есть индивидуальное жилищное строительство, либо личное подсобное хозяйство. И в назначении должно быть написано земли поселений. То есть дачные участки, садовые, это вы все берете на свой страх и риск. Конечно, сейчас в Крыму есть дачная амнистия, и земли узаканиваются, присваиваются ИЖС. Но, скажу опять же, лучше пусть это делает продавец. На себя такие риски не берите, даже за супер-гигантскую скидку. Вы же тоже должны понимать, в Крыму люди, как бы сказать, деньги очень любят. Я думаю, как в принципе и любой человек. Поэтому если можно сделать все документы и продать в 5 раз дороже, то за бесценок скидывать вам землю никто не будет. Не стоит потом ругаться и кого-то обвинять, если вы решили сэкономить. Далее. Если вы уже приобретаете готовый дом, то обязательно должен быть кадастровый паспорт. Какие здесь могут быть риски и не очень приятные случаи? Почему некоторые говорят, ой, кадастры нет, ну вот вы все получите, вы все получите. А потом, оказывается, приходите в кадастры, вам говорят, ваш дом построен, не по закону Российской Федерации, не совпадают там технические данные, он близко к забору, близко к соседу, пожароопасен и так далее, и так далее. Это у вас самострой, и мы не дадим вам его узаканивать. Что вам придется делать? Вам придется сию постройку снести. И такие истории есть не только в Крыму. Это активно практикуется и на территории Российской Федерации. Поэтому документы – это самое главное, что нужно проверять при покупке земли. И я еще раз повторю, что желательно в Крыму это делать через риелтора, тем более, что риелтор платит не покупателя, а продавец, поэтому, в принципе, вы ничего особо не делаете. Лично я решила остановиться на городе Симферополь. Хотя приезжающие туристы могут заметить, что город немножко похож на Советский Союз. Здесь все такое, как будто еще с тех времен, и как будто попадаешь немного в прошлое. У нас даже троллейбусы ходят с такими штуками, компостерами. Но все-таки это центр, все-таки здесь вся работа проходит именно отсюда. Много мероприятий тоже достаточно. И, в принципе, город строится, город улучшается. Поэтому немножко подождать, и я думаю, все будет просто супер. Я взяла участок в пределах 7 километров до города. Транспорт там ходит каждые 15 минут. До остановки 150 метров у меня. Вот село Пионерское, если кому-то интересно. Что такое 7 километров по меркам мегаполиса? Я думаю, люди из Центральной России, которые живут в крупных городах, меня поймут, что это практически рядом. До работы добираться, например, минут 25 может. Для местных, конечно, это далековато. Но, подводя итоги, можно сказать, что земля в Крыму дороже порядком, чем в том же, допустим, Краснодарском крае материковой России. И это с тем учетом, что инфраструктура здесь пока еще в запущенном, так скажем, виде. Но горы, море, экология, я думаю, дают свой плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин